Но у вас такого здесь не было, чтобы при обращениях вы увидели, что нету тех медикаментов, которые снимают. Такого нет. То есть у нас обеспеченность медикаментов в вашем оздоровительном учреждении стопроцентная. Лагерь «Волжский Артек» первым прошедший проверку Народного фронта – пример для других. Каждую смену здесь отдыхают более 300 детей. Для них всегда разрабатывают интересную программу. Скучать ребятам некогда. Порядок и в корпусах, и в медпункте, и на спортплощадках. В лагере считают, что подобные выездные совещания держат в тонусе весь персонал. Я считаю, чем чаще контролируют лагеря, тем порядка в лагерях будет лучше. Это дисциплинирует и руководителя, и даже весь тот персонал, который работает на данном участке и в данном лагере. Проверки детских лагерей отдыха проводят общественники Общероссийского Народного фронта. К ним на горячую линию поступают анонимные обращения со всей страны. Треть родителей жалуются на антисанитарию, пятая часть – на низкую квалификацию персонала, а также отсутствие медикаментов. При проверках особое внимание общественники уделяют таким аспектам детского отдыха, как безопасность детей, подготовка вожатых, качество образовательных программ и наличие доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья. Всегда приоритет Общероссийского Народного фронта – это безбарьерная среда. В данном оздоровительном лагере у нас она создана. Я думаю, что другим оздоровительным лагерям крайне необходимо равняться на это учреждение. И мы здесь все-таки все наши заключения, которые будут по другим лагерям, будем выносить на всеобщее, так сказать, обозрение, потому что самое главное, чтобы у нас дети были все на равных. Общественники проверят еще девять детских лагерей, в том числе не только в Самаре, но и в других городах области, а также на другой стороне реки Волги. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События.